Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о книжке Говард Гарднер «Мышление будущего. Пять видов интеллекта, ведущих к успеху в жизни». Автор книги сделал интересные исследования на тему мышлений. Книжка очень легкая для прочтения, очень интересная и порождает новые такие интересные мысли. Рассказывается про дисциплинарный тип мышления, синтезирующий тип мышления, креативный, респектологический, этический и затем некоторое заключение. Идет сначала немножечко описание про каждый тип мышления, очень так кратенько. Затем идет обсуждение науки, технологий, глобализация. И вот со второй главы начинается уже такое более глубокое описание каждого типа мышления. Дисциплинарный тип мышления. Насколько я понимаю правильно, идея в том, что человек изучает дисциплину достаточно долго, достаточно глубоко. И если вы хотите развивать дисциплинарный тип мышления, то его надо развивать всю жизнь и никогда не прекращать. То есть, если вы, например, профессионал в какой-то области, вам просто необходимо развиваться дальше, участвовать в различных семинарах, изучать тему глубже. И невозможно сказать, что я, например, исследователь, и я изучаю тему 10 лет, и я все по ней знаю. Это формулировка, и это мнение ошибочна. Чем больше ты изучаешь, тем больше ты голоден до знаний, тем больше ты понимаешь, насколько твоя дисциплина большая, огромная, и нет конца и края ей изучать. И после этой главы вы можете подумать про себя, насколько у вас конкретно развито дисциплинарное мышление. И также описывается, что все хорошо в меру. Например, если мы возьмем хорошего юриста, подумаем о том, что, например, дома, в семье он проявляет качество юриста и меньше каких-то других качеств, и начинает уже свою рабочую деятельность, скажем так, внедрять в семью, это уже будет перекос в другую сторону. То есть надо понимать, где ты находишься, надо понимать, что ты изучаешь эту дисциплину, и во всем нужен баланс. То есть, с одной стороны, ты должен быть профессионалом в конкретной одной дисциплине, но и в это же время должен быть баланс, ты не должен быть помешан на ней. То есть другие типы мышления, интеллекта у тебя тоже должны быть развиты. Второй тип – это синтезирующий тип мышления. Основная идея этого типа мышления заключается в том, что человек может связывать разные дисциплины между собой. То есть, например, мы возьмем какого-то крутого художника, который, в виде картины, на картине нарисовал, например, историю какого-то народа. То есть сопоставилась история народа с рисованием, с художеством. То есть вы можете подумать, какие дисциплины вы можете соединить между собой в жизни. Ну, например, я изучаю одновременно биоэнергетику и изучаю социального работника. И как эти две совершенно разные дисциплины можно соединить. Сейчас, честно говоря, мне кажется, это очень сложно, но это, возможно, реально. Или какие-то сопоставляющие точки. Можно не обязательно брать абсолютно две разные дисциплины. Можно взять близкие к друг другу дисциплины и подумать, как они между собой могут быть связаны. И как эти знания могут применяться на практике. Также потенциал синтеза авторам описывается, какие задачи и в чем сложность. И как иногда, порой, бывает сложно сопоставить разные дисциплины, разные темы. Также интересно описывается про образование, про проблему образования. Также то, что мы в школе изучаем очень много разных дисциплин и не всегда понимаем, как они между собой связаны и зачем мы их вообще учим. И вот этот вот синтезический тип мышления, он как бы помогает сопоставить между собой разные дисциплины, разные знания, разное понимание. Затем идет креативный тип мышления. Он немножечко отличается от первых двух. То есть, если те два между собой очень связаны, то креативный тип мышления немножечко не так связан. И что с течением возраста, с течением времени часто бывает, что креативный тип мышления у людей немножечко уходит. Автор описывает творчество, насколько оно важно в жизни каждого человека и как важно найти творчество в своей жизни, иметь для этого место. И что не всегда все имеет такое прям вот стопроцентное применение. Есть также вещи, которые мы творим, которые, может быть, приносят такое самоудовлетворение, скажем так. Автор описывает групповое творчество. Также эта книга немножечко сфокусирована на компаниях. То есть, если вы хотите быть очень крутым менеджером, если вы хотите, чтобы ваша компания развивалась, то очень важно, чтобы в вашей компании был элемент креативности. Автор описывает, что часто бывает, что на практике не всегда все фирмы и не всегда все люди реально готовы принимать креативных людей, креативные идеи. Автор описывает групповое творчество о том, как иногда в команде создаются очень крутые продукты. Описывает ложное творчество, которое я вам только что сказала, что компания рекомендует себя как креативное, инновационное и так далее. Но по факту креативностью-то мало и пахнет. И реально, если приходит человек, который совсем не похож на других и предоставляет какую-то крутую очень идею, то не во всех компаниях его могут принять. Творчество и синтез, как они соединяются между собой. Также о будущем, три пути развития, творчество в будущем. Следующий, четвертый тип мышления – это респектологический тип мышления. Идея заключается в том, насколько человек открыт к пониманию других людей, к общению других людей, как он готов не вешать какие-то ярлыки. И, ну, тут, например, описывается отношение между неграми и белыми. И о том, как в детстве образовываются разные отношения и как группа между собой взаимодействует. Различные, да, объяснения, взаимоотношения между группами. Как с течением времени у нас менялись взгляды. Также описывается уважение к окружающим. Как люди учатся уважению. Атмосфера уважения, истина и фальшь. О том, что бывают ситуации, когда человек создает такой образ, что он открыт ко всем людям, готов к диалогу со всеми людьми и так далее, и так далее. Но когда оказывается практика, когда человек, например, уже не на камерах, не в обществе, а просто сам с собою, то на самом деле он в глубине души и не готов. И не является таким, каким он о себе говорит о том, что он открыт для всех людей и так далее. И описывается ценность уважения, насколько важно уважать других людей, другое мнение, как поработать над собою, чтобы развивать это. Это мышление. То есть это не просто уважение ко всем людям, это больше. Это не просто понимание других людей, это немножечко глубже, это немножко сильнее. И такое качество, оно очень полезно, оно очень необходимо, его нужно развивать. И последний, но очень такой важный, это этический тип мышления. Идея заключается в том, что человек думает о себе как о некоторой части чего-то большого. Например, страны, например, место, в котором он живет, города, его место на работе. Какую пользу он приносит обществу в целом? В целом для людей, в частности для фирмы, насколько он может улучшить свою работу, чтобы быть более полезным. Также, например, хождение на выборы или нехождение на выборы. Смотреть, что творится по сторонам, что происходит. Подумать, как сделать работу свою достойной. Рассказывается о вертикальной поддержке и горизонтальной поддержке. Рассказывается о том, что очень многое влияет на то, что мы видим вокруг, какое окружение. И что этике угрожает на самом деле очень много таких интересных вещей. Дальше заканчивается книга тем, что автор рассказывает очень-очень коротенько, как развивать конкретный тип мышления, что для этого нужно делать. Например, для развития этического мышления. Размышление о своей роли как студента и будущего профессионала. Стремление выполнять эту роль должным образом и с необходимой ответственностью. Приводятся примеры. Знание основных ценностей профессии, стремление поддержать и продвигать их даже во время быстрых и непредсказуемых перемен. Чувство ответственности за профессию, готовность высказать свое мнение даже в ущерб себе. Признание и выполнение обязанностей гражданина сообщества, региона, страны и мира. Псевдоформы. На словах человек представляется хорошим работником и ответственным гражданином. Однако слова его расходятся с делом. Такой человек склонен к недопустимым компромиссам в работе и общественной жизни. Думаю, достаточно понятно. В этой книжке вы можете прочитать и про другие типы мышления. И также описано, что если вы, например, начальник фирмы, и вы видите, что у человека очень сильно страдает один из этих типов мышления, например, респектабельный, то вы понимаете, что либо этого человека не надо брать на работу, либо надо с ним обсудить, готов ли он развивать в себе эту способность. И, как правило, в человеке какой-то тип мышления больше преобладает, и из-за этого, может быть, у человека бывают какие-то проблемы. Также автор заканчивает мыслью о том, что типы мышления очень важны, нужны, и что надо, надо работать над собою для развития всех этих пяти типов мышления. И не надо брать конкретно один тип и стараться его развивать, а идти и развивать сразу несколько или все. После прочтения книги я нашла в этой книге очень много, скажем так, своего, про себя, хотя эта книга вроде бы очень, наверное, больше подойдет для тех, кто работает на каких-то быстро развивающихся фирмах, стартапах, но и для людей других профессий также эта книжка будет полезна и интересна. И, в общем, написана она очень легким языком, очень понятно, рекомендую, она крайне небольшая, прочитывается легко, прочитали про один тип мышления, походили недельку, подумали, насколько оно у вас развито, не развито, где пробелы, где что, вернулись, перечитали, если все поняли, перешли к другому типу мышления. И так, в принципе, за пять недель, за пять дней, о, за пять недель вы можете немножечко себя апгрейдить. И, короче, рекомендую эту книгу для саморазвития. Интересная. Есть над чем подумать, и что разные типы мышления, разные интеллекты влияют на нас, и крайне важно подумать о том, какие интеллекты у вас меньше развиты, какие больше, и чем стоит, как бы, работать. Вот такой вот обзор получился. Книжки. Такая она у меня распечатанная. В общем, сохраняю себе на память, что я эту книжку прочитала, и вам, как рекламы книжки, чтобы вы ее прочитали. Потому что вот эту книжку я вам действительно рекомендую прочитать. Крайне интересная. До этого прочитала одну книжку, подумала, что нет, не зашла, рекомендовать не буду. Так что, так. Хорошего всем дня.